Ну что ж, я начал играть в сталкер аномалии. Сейчас расскажу как его установить. Вот сайт, я на него ссылку оставлю в описании. Ну может через другие сайты, но через вот этот скачивал. Заходим в files. И вот тут у нас будет вот часть 1 из 3, 2 из 3 и 3 из 3. Вот вы их по очереди скачиваете и сначала первую разархивируете в отдельную папку, потом вторую в ту же папку и третью часть в ту же папку. Разархивируете и в принципе после этого уже можно вроде играть. Это будет не полная версия игры. Потом вы скачиваете апдейт 4, то есть это получается последний апдейт, который был. Скачиваете этот апдейт, тоже его разархивируете в папку с этой игрой. И в конце хотфикс 8, то есть хотфикс 8 это самое последнее обновление получается вообще что было. То есть хотфикс для четвертого апдейта. Этот хотфикс тоже разархивируете в папку с игрой и в принципе после этого можете играть. Вот в принципе вошел в игру вот такой вот стартовый экран. Ну я уже начал играть немного, вчера играл. Вот у меня тут сохранение есть, но я покажу как именно начало игры будет. То есть такие возможности которых в самом сталкере не было, но очевидно. Тут ты можешь выбрать группировки всякие, то есть свободный сталкер, долг, свобода, наемники, армии и так далее. У меня вроде вот армия как раз. Можешь выбрать разные моды, типа где сохраняться нельзя или сохраняться можно только на кострах. Режимы с одной жизнью. Ну и плюс вот тут в зависимости от того, какой режим сложности выбрать, у тебя разная экипировка стартовая будет. То есть например вот самый сложный режим у тебя вот такое будет, а если самый легкий, то у тебя в два раза больше будет. Еще и пушек крутых накидает. Ну и плюс у тебя от выбора группировки зависит с кем ты будешь воевать. Ну вот у меня милитари, например, выбранная. Я играю за милитари. Я играю за милитари. Вот, если за монолит играть, то у тебя вообще все будут в красный, да, то есть денег разное количество дают и так далее. Ну я играю, по сути, на среднем режиме сложности, на медиуме. У меня можно сохраняться, у меня не хардкор, то есть ни с одной жизнью. По-моему, 100 ремонтов у меня включены, я не помню. И режим сложности, кажется, скайвенджер вот этот. А ну вот за милитари, вот я вот за это играю, да, милитари. Почти все красные, то есть почти со всеми воюешь, пиздец. Ну тебя только с экологами и с долгом союз. Теперь я, в принципе, покажу саму игру. Я сейчас нахожусь на заводе Росток, вот до завода Росток добежал, ну я по сюжетке просто. У меня там квест, надо встретиться с кем-то. Ну вот, собственно говоря, долг. Так, надеюсь, лагать сильно не будет, а уже лагает. Так, ну что ж. Теперь не должно лагать, у меня, оказывается, вертикалка была включена. Не вертикальная синхронизация. В принципе, вот, ну инвентарь, это из, забыл как, а, из Клов Припяти, да, из Зова Припяти, в принципе. Инвентарь выглядит как из Зова Припяти, но... То есть карта, по сути, из Тени Чернобыля, потому что в Зове Припяти не было. Вот, например, такого, это Завод Росток. Вот это Завод Росток. Тут, то есть, тут свалка есть и так далее, агропром, то есть это ведь всего, только в Тени Чернобыля было. Так, вот этот вот персонаж, надо встретиться с полковником Петренко. Но по пути у меня там враги. Так что, раз, разберемся с ними сейчас. Бля, что так лагает. Суп. Странно, вот, не знаю, почему лагает, то ли с УБСом что-то. Тут вроде ничего нет, я уже обыскивал. Да. Ну, стрельба тут жесткая, то есть у меня половина ХП, и я даже не знаю точно, как хилиться. Такая хрень. Так, по кресту мне надо вот куда-то туда. Вот к нему, наверное. Вот там был долг. Долг это типа союзники. По крайней мере, они меня не атакуют. А мне надо как-то вот туда подраться. Сейчас потом впереди враги сейчас должно быть. Иди, свою дорогу, старк. Внимание, чужой! А, все что ли, ну? Ну да, вот. Эх, надо перезагрузиться. Тут, короче, вообще желательно выстрелов не получать никаких, потому что... Потому что я не полностью разобрался, как хилится, и типа урон очень много проходит. То есть если урон пройдет, то хер, что сделаешь уже. То есть жесткий, жесткий режим. Вот это типа долго стоит, но они союзники, они не нападают. Говорить с ними нельзя. Но они не то, что союзники, а такие типа нейтралы скорее. Столь жестко, то есть тут везде трупы разбросаны. Да, ну все по мне попали, пиздец. Блин, ну игра, конечно, жесткая, пиздец. Сейчас, сейчас, я их вчера почти убил всех, где-то трое или четверо противников. Вчера я их и убил всех. Ну, почти. Блин, у меня еще хп не полное. Так, аптечку проюзал. Немного отхилюсь. Да, плоско хп восстанавливается. Вообще, мне еще пистолет нравится. То есть, пистолет. Хорош. Я бы сказал, может быть, лучше автомата даже, Калашникова. В полосках хп у врагов появляется. Пога-то не стреляет. Арена. Ну вот арена. Ваншот он. Видите, сразу сообщения появляются, типа, когда врагов убиваешь. Главное, не забывайте, сохранится. На пол хп ему въебал, нормальный. Непонятно иногда, откуда враги берутся. Я, по-моему, просто отстрелил. Супер им очень жестко. Я, то есть, просто хочу показать, насколько жестко вот эта вот боевка вся система. Так, перезарядимся. С них можно будет обрутаться. Все, я думаю, тут один или два осталось врага. Ну, тут есть неагрессивный, типа, вот этот неагрессивный. Ну, ясно. По сути, вот этот сталкер, который слева стоит, он, типа, на арену впускает. Тут враги рандомятся. Тут враги рандомятся, то есть, они будут себя по-разному вести, в разных местах появляться. Это босс, что ли? Что-то неохотно. Да, это походу босс. Еще и гранату у меня швырнули. Да, просто я не хочу убивать нейтралов, типа, если они неагрессивны, то нахрена на них нападать. Ты покойник. Автомат мне не нравится. Автомата высокая дача. Пиздец. Помогите! Пиздец, патроны закончились. Видите, они иногда не умирают, а просто радуют. Проявил милосердие, добил. Так, мне надо как-то отхилиться. Нормально работает. Патроны, деньги положу. Держи! Бля. Че-то их тут дофига врагов. Блядь, ясно. Ну че, почти их перебил. Ну и, конечно, игра прям жесткая очень. То есть, столько соперников, столько оппонентов, бля, как они называются, нахрю враги. Я еще выбрал сторону, потому что типа милитари. За них, наверное, сложно играть. Типа милитари же все враги. Ну что ж, в принципе, как-то так продемонстрировал. Ссылку на сайт с игрой скину в описании к видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok